Здравствуйте! Программа новости Большого округа на Ивантеевском телевидении. В студии Екатерина Дубровина. Сегодня в выпуске. Удалить гнилые зубы в медицине, как в городском округе Пушкинский ремонтируют учреждения здравоохранения. Навести марафет. Школы Ивантеевки ждут, не дождутся учеников. Даешь молодежь. Молодежные активисты трех городов округа смачно встретили свой профессиональный праздник. Сейчас об этих и других новостях подробнее. Задача номер один. Привести в порядок учреждение образования к началу нового учебного года. Глава округа Максим Красноцветов побывал с рабочим визитом в Ивантеевке. Восьмая школа города распахнула свои двери для учеников в феврале этого года. Сейчас подрядчик завершает устранение недочетов. К началу нового учебного года все должно быть в порядке. Глава города Максим Красноцветов и его заместитель Мария Пивень в ходе рабочей поездки в Ивантеевку посещают школу номер восемь. Директор общеобразовательного учреждения Анастасия Масеева показывает кабинеты, актовый зал, столовую и рассказывает, система вентиляции и кондиционирования недавно прошла проверку. Все работает. В подвальных помещениях требуется небольшой ремонт. Доработки действительно уже минимальные. В процессе эксплуатации все-таки школа у нас в феврале месяце работала. Что-то где-то чуть подкрасить, потому что количество детей достаточно большое. Мы прекрасно понимаем, что в период обучения бывают какие-то у нас небольшие такие моменты, которые нужно устранить. Но, собственно говоря, руководство школы в процессе подготовки... Количество учеников восьмой школы в новом учебном году увеличится более чем на 200. В первый класс родители записали 130 детей. Плюс добрали учащихся с третьего по седьмой классы. Всего в сентябре в учреждения образования пойдут около тысячи детей. Конечно же, гордимся большими просторными помещениями. Вентилируем, проветриваем, светлыми помещениями. Школа готова, ждет. Вы видели сегодня сами пустые коридоры. Для школы это нетипично и неуютно. Мы ждем 1 сентября наших деток. Этим летом крупных ремонтных работ в школах округа не было. А мелкий косметический прошел во всех. Всего на территории объединенного городского округа Пушкинский 52 школы. Из них 47 – муниципальных. Август – время приемки общеобразовательных учреждений к новому учебному году. В настоящий момент специальная комиссия уже осмотрела школы Красноармейска и Пушкина. С 16 по 18 августа идет приемка Ивантеевских учреждений образования. Ремонтные работы проходят сразу на четырех объектах здравоохранения в городском округе Пушкинский. В эти выходные Максим Красноцветов оценил состояние ремонта больницы и поликлиники в Ашукине. Последний раз восьмую поликлинику в Ашукине обновляли почти 13 лет назад. В этом году учреждение попало в губернаторскую программу ремонта объектов здравоохранения. Сейчас здание, в частности, уже полностью заменили отопительную систему. Результаты ремонтных работ проверяет лично глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов. Систему канализации также полностью заменили. Ремонтные работы у подрядчика заняли меньше месяца. Непосредственно на этом объекте, конечно, мы видим достаточно уверенный темп работ. 99% готовности. Та задача, которую ставит перед нами губернатор, она выполняется. Фактически подрядчик закончил свою работу, осталось выполнить пусконалодочные работы. И все, объект готов. Можно сдавать. Максим Красноцветов сегодня также проверяет строительные работы в Ашукинской городской больнице. Рабочие полностью обновляют крышу здания. Ежедневно здесь трудится бригада из пяти человек. Также объекты здравоохранения ремонтируют на территории центральной городской больницы в Авантеевке. В Авантеевке выполняются строительно-монтажные работы, отделочные работы. Два объекта, один из которых, в принципе, ведет к завершению. Я думаю, что на следующей неделе будет готов. На втором объекте мы наблюдаем небольшую задержку. Но, тем не менее, сейчас работаем с подрядчиком для того, чтобы усиливал людской ресурс. И для того, чтобы работы выполнялись в те сроки, которые были обещаны. Между собой чиновники метко называют программу ремонтов «гнилые зубы». Это образное выражение первым применил губернатор Андрей Воробьев в контексте объектов здравоохранения, которые требуют ремонта. До 1 сентября этого года в Подмосковье планируют вылечить больше 80 медучреждений. Большая часть из них поликлиники, но есть также станции скорой помощи, стационары и ФАПы. Иван Чинаев, Антон Рябов, Мария Барсукова, ИТВ Первая сельскохозяйственная микроперепись проводится на территории всей России. Она станет главным источником данных о сельском хозяйстве страны и ее ресурсах. В Подмосковье, по предварительным данным, насчитывается более 700 тысяч объектов. В августе 2021 года в сельских населенных пунктах проводится сельскохозяйственная микроперепись. Ответьте на вопросы переписчика. Это важно для развития сельского хозяйства России. Весело и вкусно. Так прошел День молодежи для активных ребят из Ивантеевки, Пушкина и Красноармейска. Для них приготовили 100 бургеров, а также квесты общения. Как все прошло, смотрите в материале пушкинского телевидения. Проливной дождь не помеха. Молодежь сегодня имеет полное право веселиться. Ведь 12 августа их праздник – Международный День молодежи. В программе то, что нравится – музыка, квесты и вкусная еда. Почему бургеры-то, а не шашлыки? Сегодня мы празднуем День молодежи. Все российские. И поскольку у нас теперь большой городской округ, здесь присутствуют дети из Красноармейска, Пушкина и Ивантеевки. Ну и поскольку это молодежная тусовка в первую очередь, поэтому и бургеры. А расскажи, какой рецепт? Как вы вообще, с чего делаете? Рецепт молодежный. Бургер «Молодежь» называется. Самый вкусный, а директор молодежного центра лучше всех. Лучше не попробуйте, поэтому приходите на наши мероприятия. Ну а в чем его секрет? В чем вкусный самый сок там? В чем вкусный? В доброте и любви к детям. Это вам не ресторан быстрого питания. Все натуральное. Мясная котлета, пожаренная на огне, овощи, булочка с кунжутом. А для тех, кто совсем на ПП – фрукты. И главное угощение конца лета – арбуз. Но пока бургеры готовятся, для ребят квест на сплочение. Здесь и кроссворды, и всеми любимая игра «Крокодил». Так как теперь большой округ, молодежи трех городов – Пушкина, Ивантеевки и Красноармейска – надо познакомиться. С ребятами сегодня работают специалисты по работе с молодежью трех городов. Для ребят подготовлен квест на сплочение, как только они к нам вошли. Ребята разделены были на команды. Пять команд. Квест состоит из творческих, из интеллектуальных задач. Далее диалог на равных. Окружные депутаты в качестве почетных гостей. Они интересовались, чем живет сейчас молодежь, что хочет видеть в округе, какие есть проблемы и предложения. Депутаты делились историями жизни и рассказывали о своей юности. 14-17 лет я вырос и родился в семье военного. Отец у меня военнослужащим был на тот момент. И, конечно, мне где-то хотелось повторить, наверное, его путь. Я учился в Советском военном училище. Хотел стать десантником. В ВДВ я там по определенным причинам поступать не стал, но отчасти это моя такая мечта детства, она осуществилась. Я служил в морской пехоте. День молодежи проходил в пейнтбольном клубе «Гвардия». Праздник стал возможен при поддержке Пушкинского фонда местного развития. Ребята были рады такому подарку. Для тех, кому не хватило праздника, он будет еще в субботу. ФСК Пушкина. В особо торжественной обстановке прошло празднование Медового Спаса в Ивантеевской Смоленской Церкви. Сегодня здесь встречают епископа Сергеева Посадского и Дмитриевского Фому с собором духовенства. На архиерейской литургии присутствует глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов и все его заместители. На днях Смоленская Церковь отметила престольный праздник. Верующие возносят молитвы в этом храме уже более двухсот лет. Его преосвященство, епископ Фома, поздравил прихожан с праздниками и напомнил, что с 14 августа у православных начинается двухнедельный успенский пост. Он такой же строгий, как и великий. Установлен для подготовки к Донадесятому празднику – Успения Пресвятой Богородицы, который состоится 28 августа. А 31 августа в Смоленский храм приглашают учеников, родителей и педагогов. В 8.30 здесь пройдет молебен на начало нового учебного года. При церкви также будет работать воскресная школа для детей и взрослых, лекторий, Библия за год и двугодичные библейско-богословские курсы. Праздник здорового поколения. Под таким девизом в субботу, 14 августа, в Авантеевке состоялся День физкультурника. Тренеров и самых успешных ребят наградили грамотами главы округа. Здравствуйте. Физкульт-привет сегодня из Авантеевки. На стадионе труд с 10 утра спортивный праздник, в котором участвуют ветераны спорта и ученики детско-юношеских спортивных школ. Большой праздник, семейный праздник, который проходит уже много десятилетий в нашей стране. Одномоментно и сразу в нескольких зонах показывают мастер-классы, спортивные объединения. Проходят показательные выступления и соревнования под хэквондо и дзюдо. Играют в футбол, стритбол, волейбол, шахматы и дартс. Сейчас мы с вами находимся на реконструированном стадионе. У нас впереди предстоит реконструкция физкультурно-здоровительного комплекса в Пушкино. Да, действительно, мы будем развивать спорт в округе. Спорт – это важно, это нужно. Спорт касается нас везде и всегда. В честь Дня физкультурника тренеров и самых успешных ребят наградили грамотами главы округа и сектора физической культуры и спорта. Всего их получили около 50 человек. У меня есть цели стать олимпийской чемпионкой под хэквондо. И что для этого нужно? Нужна в первую очередь целевоустремленность и желание. А потом уже подготовка и остальное. Я боксом занимаюсь 8 лет. Стал победителем первенства Московской области, первенства в ЦКО. Я занимаюсь боксом только для того, чтобы мои родители гордились мной и мои дети в будущем. В конце лета активно идет набор в секции спортшколы. Зовут вступить в свои ряды и боксеры, как юношей, так и девушек. Такие праздники, уверены тренеры, помогают формировать правильный взгляд на здоровый образ жизни у детей и родителей. Идет популяризация спорта, здоровый образ жизни и народ, люди видят и радуются. Может быть тоже кто-то захочет поучаствовать. Самое главное, нас устраивает именно тренера, это наставники. Они не только тренируют, но еще и показывают сами пример для детей, они хотят на них равняться. В этом году День физкультурника прошел под девизом «Праздник здорового поколения». Анна Пыльцина, Антон Рябов, Фарид Галиев, Мария Барсукова и ТВ. И в завершении выпуска о погоде жара наступает. Во вторник, 17 августа, воздух в регионе прогреется до плюс 31 градуса. При этом ожидается незначительная облачность. Синоптики прогнозируют, что аномально жаркая погода задержится в Москве и области до середины недели, а потом температура вернется к климатической норме. И на этом у меня все новости на сегодня. Я, Екатерина Дубровина, прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до встречи на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok